Вот такой вопрос. Вреден ли секс в душе, в бассейне, в реке под водой? Ведь в половые органы могут попасть и хлорка, и мыльная пена. Это вредно, но действительно могут попасть. Еще такой фактор, как секс на пляже, в песке. Ведь, наверное, песок при трении повредит половые органы. Спасибо за ответ. Ребята, вы прям сами знаете ответы на все свои вопросы. Конечно, может попасть и хлорка, и мыльная пена, и грязь водоема, и песок, если вы на пляже. Безусловно, если вы занимаетесь сексом в антисанитарных условиях, не предназначенных для этого, то вы рискуете. Но понятное дело, что люди занимаются сексом на пляже, занимаются сексом в душе. И всякие возможные игры сексуальные устраивают. Вы каждый раз должны понимать, что вы рискуете. То есть, если это пляж, то хотя бы это не голый песок, а какое-то ваше чистое полотенце, простыня или коврик, который вы чисто принесли, расстелили для себя. И, в принципе, если только ветра, такой песчаной бури нет, то ничего вам не грозит, что вы дома на простынке, что вы эту плотную простынку постелили на пляж. Что касается водоема именно, кроме хлорки, от хлорки, кстати, вреда не будет. Имеется в виду микроорганизмы водоема. Там, я не знаю, пруд какой-то или какая-то речушка. Да даже если это и морская вода, вам это тоже не нужно. Итак, значит, кроме того, что морской или там речной водой с микроорганизмами, вы можете себе сформировать устойчивый дисбиоз. То есть, привнести в вашу женскую флору, которая в норме живет во влагальще, какие-то еще микроорганизмы, которые этот дисбиоз нарушат. И могут вызвать у вас жалобы, какие именно выделения, небольшой зуд, неприятные ощущения, реакцию партнера в виде балана постита, точечки на головке и так далее. На самом деле, кроме всего прочего, любая вода, хоть это хлорка, хоть это душ, вода льется, в общем-то, проточная, она не должна содержать микроорганизмов. Хоть это будет речной или стоячий водоем с микроорганизмами, любая вода смывает смазку. Соответственно, трение, вот этот фактор трения повышается. И при трении, вероятность возникновения микротрещин и всевозможных ссадин, потертостей повышается. Соответственно, если один из партнеров обладал какими-то микробами, то риск передачи от партнера к партнеру инфекции повышается. Понятно? То есть, если был болен, допустим, мужчина чем-то, а у женщины возникли потертости, то риск, вероятность передать эту инфекцию женщине повышается. В разы через эти потертости и через тот момент, когда выделение с этих потертостей, вот эта выпатившая из сосудов жидкость вместе с лейкоцитами, с ретроцитами смешивается с флорой и дает ей питательную среду. И если в обратную сторону идем, и если женщина больна, то по той же причине вот эти все выделения у нее смешанные с микрофлорой способствуют тому, что мужчина заразился от такой женщины. Поэтому, если вы в негигиеничных, не приспособленных для секса условиях, все-таки на секс идете, этим занимаетесь, то вы все-таки должны представлять, какие могут быть риски. Риски могут быть, это безусловно так. Вот, и на самом деле, ну, нужно хорошо подумать, прежде чем это начать делать в водоеме, тем более стоячем. Вот, постоянное место тоже не очень приспособлено, но там хотя бы нет такого количества микроорганизмов. И пляж с песочком тоже такое место под вопросом, вопросительное. А сейчас пока!